Добрый день! Сегодня я собираю мяту, чтобы высушить на зиму. Как я его собираю? Я его никогда с корнями не собираю. Вот перо с ножницами вот таким образом отрезаю и все через где-то 10 дней опять она растет. И получается, что я все лето собираю мяту, сверху с ножницами отрезаю и через вот где-то 10 дней опять его собираю. И получается до осени бывает даже до зимы вот у меня бывает вот так мята. И на всю зиму я запасаюсь. Мята очень много сортов есть, но самый хороший сорт это перечная мята. Она по запаху прямо очень такая вот ароматная и вкус такой приятный. Вот у меня другие сортов тоже мята была, я их все можно сказать уничтожила, чтобы на огороде вот другие мята не было, не было. Только чтобы перечная была. Если перечная мята сажать и еще какие-то другие мята, они вот опыление, когда опыляется, вот сорт меняется. Перечная мята, уже перечная мята вот не получается, по-другому она пахнет. Поэтому я другие сортов мяту все уничтожила, оставила только перечную мяту. Вот можно сказать, вот каждую неделю я его собираю сверху, она потом опять растет. Мяту используют как лечебный, как в лечебной вот целью. И также в кулинариях, в косметологиях вот использовать. Его используют в сушеном виде и в свежем виде. Зимой-то его в свежем виде не бывает, поэтому на зиму всегда мы запасаемся. Сушим его, чтобы его всегда было. В составе мята очень много полезных витаминов, минералы, антиоксиданты. Вот самые полезные микроэлементы имеются. Не только его для аромата вот пользуем. То, что у него в составе, богато вот витаминами. Поэтому его используют и вот к чаю добавляют, как чай заваривают. Можно вот мясное блюдо добавить. Это на любителя, вот кто как любит. Можно так в сушеном виде. Вот я всегда делаю айрон. Добавляю вот в сушеном виде. Очень хорошо жажду удаляет. Вот. Его пользы очень много. Она очень хорошо снимает стресс. Успокаительные свойства имеет. Нормализует нервную систему. Повышает память. Вот. Она борется с плохими запахами. Если даже в квартире запах такой плохой, такой не нравится. Вот. Если там сушим мята, очень хорошо вот аромат прямо в комнате идет. Запах прямо мята очень хорошо вот меняет. Прямо в комнате запах. Хорошо вот улучшает состояние кожи. При пневмонии и также при болезни легких его хорошо перенимат. Этот вообще растение, мята, это чудесное средство можно назвать. Его я обычно вот перед сном всегда мяту завариваю и пью. После него очень хорошо спится. Вот. Перевиздутие живота очень хорошо его перенимат. Перевиздутие. Очень хорошо она нормализует давление. Мочегонные свойства имеет мята. Облегчает вот она простуду. На пищеварительной системе вот помогает. Переболи желудка. Если желудка какую-то боль можно заваривать мяту, пить тоже облегчает. Если чувствуете себя вот так усталая, вялая, чувствуете, ну чувствуете настроение, депрессию, вот чувствуете, вот завариваете мята, вот правда, если его перенимать, часть мята легче делается. Вот. У кого в крови загущение идет, вот им говорят, что мяту нельзя перенимать. Но говорят, что его нужно вот этим людям перенимать нужно так, в холодной воде сутки его нужно, чтобы она настаивалась потом перенимать. Вот таким образом пить, говорят, вот таким людям очень полезно. Вот. Как я его сушу? Я его сначала собираю, хорошенько вот помою, ложу вот хлопчатобумажный полотенчик вот таким образом. Вот таким образом я его заворачиваю, чтобы вся вода пропиталась в этот полотенчик. Как вся вода пропитается, вот таким образом я его открываю. И ложу сушиться вот на хлопчатобумажную сухой тряпочку, и чтобы было хорошо проветриваемое место, чтобы она свой свой вот этот зеленый свет не поменяла. Очень хорошо сушится вот таким образом, и чтобы туда солнечные лучи не попадало, а то все свои вот полезные свойства она тогда теряет. Еще не нужно, чтобы сверху укрывать вот каким-то вот газетам. В газетах очень много вредных вот веществ есть, чтобы вот не пропиталось ничего такого вредного на мяту. Вот если уж укрывать хотите, вот марлочкой можно, с тонкой марлочкой закрывать, укрывать, чтобы она вот высушилась. Потом нужно его сохранить в том месте, или в стеклянной баночкой, или же вот хлопчатобумажную я мешочкой зашиваю, и сохраняю вот в таких мешочках. Только ни в коем случае нельзя вот в пластмассовых бутылках, или же в пластмассовых пакетах нельзя его сохранить. Вот я каждый раз вот в вечером завариваю вот стаканчик мяту, и с медом вот перед сном пью. Вот очень хороший вот тогда сон бывает. Только вот такой смятый чай, в привождении машины вот нельзя его переномать, чтобы этот вот перед сном хорошо его переномать. Еще вот нельзя вот беременным, надо со своим врачом посоветоваться вот этим людям. Еще нельзя переномать тем, у кого в желудке кислотность вот много. Ну, у каждого свое вот по-своему. Кому подходит, кому не подходит. Но я очень люблю мяту. Эту растению я называю чудой. Тем более вот такой мяту, перечная мята. Все, желаю вам всем здоровья, красоты и всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова